первую очередь нам нужно перейти на один уровень назад а затем еще на один уровень назад в общем мы должны перейти на главную страницу этой панели настроить для настройки внешнего вида нашего магазина а именно для настройки главной страницы мы будем использовать эту панель настроить мы уже много что сделали в ней сформировали меню и например настроили подвал а все-таки чем данная панель привлекательно эта панель берет своей наглядностью то есть смотрите слева находятся вкладки и под вкладке с помощью которых путешествуя по ним мы настраиваем внешний вид и прочий функционал интернет-магазина а справа находится область отображения внешнего вида магазина в режиме реального времени на текущий момент и так с чего же начать настройку внешнего вида давайте для начала перейдем во вкладку wordpress с этим а затем в под вкладку с этих фронт пейдж появившейся панели в качестве главной страницы выбираем статистическую страницу активировав данную радио кнопку и из появившегося раскрывающегося списка в качестве главной страницы выбираем сэмпл пейдж или пример страницы или главная страница зависимости от того какую страницу по умолчанию создал вам wordpress далее сохраняем изменения и закрываем панель настроить после этого находясь в консоли редактирования переходим во вкладку страницы а затем наводим курсор мыши на страницу сэмпл пейдж или ту которую вы выбрали в качестве главной и кликаем по ссылке изменить повисшейся панели открываем область атрибуты страницы из раскрывающегося списка шаблон выбираем shopping cart template далее удаляем весь контент на странице то есть очищаем ее и сохраняем изменения после чего нам нужно вернуться в панель настроить для этого наводим курсор мыши на внешний вид и выбираем настроить посмотрите мы очистили страницу от мусора и у нас только на главной странице размещена шапка сайта и подвал и кстати посмотрите как преобразилась кнопка консультация давайте вернемся во вкладку wordpress setting только в этот раз перейдем в первую под вкладку в этой панели мы установим ключевые характеристики для интернет-магазина вот в эти поля ведем название магазина и описание его первое поле очень важно так как именно она будет отображаться на сайте возле логотипа и содержит название магазина нижнее поле не так важно тем более что мы его скроем и так далее мы загружаем логотип для этого кликаем вот по этой кнопке а затем проходим процедуру подгрузки изображения обратите внимание далее откроется загрузчик изображений который сообщит о том что логотип должен быть с разрешением 150 на 150 пикселей вы можете не строго придерживаться этих размеров но все равно размер логотипа должен быть примерно плюс минус в районе этих цифр в общем с созданием логотипа придется повозиться подбираем необходимый размер и прикидываем как он в итоге выглядит на вашем сайте если вы не знаете как самому или очень дешево создать логотип то в описании по ссылке дополнительные материалы вы найдете мой видео урок на данную тему итак посмотрите я загрузил логотип wordpress мне предлагает его обрезать так как мой логотип входит в область видимости то есть в те пресловутые 150 на 150 пикселей то я выберу не обрезать если же ваш логотип выходит за рамки то вам нужно его уменьшить то есть поиграться с размерами а также подрегулировать область выделения на данной странице а затем кликнуть обрезать или если вы не хотите менять размер и считаете что wordpress ошибается и ваш логотип будет выглядеть шикарно в тех пропорциях которые вы его загрузили то кликайте не обрезать далее мы спускаемся в самый низ из вот этого раскрывающегося списка выбираем что отображать на сайте я выберу отображать логотип название и описание но мне не нравится как выглядит описание поэтому я его удалю из вот этого поля вот теперь выглядит как-то все намного лучше теперь нам нужно выбрать значок для сайта значок для сайта или как его еще называют favicon отображается во вкладке браузера возле названия сайта и в поисковике в списке поисковой выдачи также возле названия сайта но конечно после того как сайт ваш проиндексируется для загрузки иконки сайта вам необходимо кликнуть вот по этой кнопке обратите внимание что wordpress требует чтобы вы подгружали иконку с разрешением 512 на 512 пикселей хотя у меня были ситуации когда я подгружал иконку и 100 на 100 и 250 на 250 и они все равно шикарно выглядели и так где же взять такие иконки их можно взять например на сайте icon bird в описании по ссылке дополнительные материалы вы найдете соответствующую ссылку которая будет вести на данный сервис также там будет ссылка на мое видео в котором я рассказываю о том где в принципе можно найти иконки для сайта и как их скачать а также многое другое и так мы скачиваем иконку и далее нам нужно ее загрузить мы кликаем по кнопке и проходим точно такую же процедуру подгрузки когда подгружали логотип посмотрите у нас все получилось теперь вкладка сайта браузере выглядит более эффектно далее мы выходим из этой под вкладке кроме этого в этой под вкладке вы можете подгрузить баннер но как мне кажется с этим баннером сайт выглядит не очень поэтому я не буду загружать данный баннер но если вы хотите использовать эту опцию то зайдите в данную подкладку а затем просто загрузите изображение с баннером там все очень просто также в соседней подкладке вы можете установить в качестве фона сайта изображения но с этим будьте осторожны так как далеко не все изображения выглядят корректно на сайте ведь высота сайта со временем по мере наполнения контентом может изменяться и увеличиваться и в какой-то момент фоновое изображение может начать выглядеть не очень корректно и так если вы все-таки решите использовать фоновое изображение то используйте бесшовные картинки для их поиска просто видите в яндексе или в google бесшовные фоны для сайта и выбирайте на здоровье в общем для загрузки фона сайта просто перейдите в эту вкладку и подгружайте изображение там все очень просто я же в свою очередь ничего подобного делать не буду и просто перейду во вкладку time option после чего выберу подкладку layout option в этой подкладке настраиваются параметры для блога в этой области настраивается скрытие некоторых триггеров статей таких как рубрика автор дата публикации и комментарий я скрою автора дату и комментарии для этого нужно поставить галочку соответствующих чекбоксах в этих двух раскрывающихся списков настраивается отображение мета информации статьи то есть записи на главной странице если мы будем настраивать выгрузку статьи на главную страницу а также отображения в блоге на странице рубрики к мета информации относятся описание статей ключевые слова и многое другое мы не будем размещать записи на главной странице поэтому просто не имеет смысла данные опции настраивать но вместе с тем я был просто обязан о них вам рассказать далее вот этом раскрывающемся списке мы настраиваем как отображать статьи на странице рубрики то есть блога можно либо сразу выгружать весь контент либо презентовать статью через небольшой фрагмент то есть превью с кнопкой при клике по которой будет открываться весь контент статьи я выберу отображать превью для этого мы выбираем excerpt display последнем раскрывающемся списке нам нужно выбрать дизайн отображения статьи как отображать во всю ширину или в боксе то есть с рамками я оставлю по умолчанию во всю ширину теперь выходим из этой под вкладке переходим в под вкладку option здесь можно с помощью вот этих чекбоксов скрыть какой-либо блок сайта для этого нам нужно просто установить галочку в соответствующем чекбоксе вот что обозначают эти чекбоксы я ничего здесь выбирать не буду и перейду по вкладкам на два уровня назад и попаду в главное меню теперь меня будет интересовать вкладка front page template а затем переходим в под вкладку продукт категории в этой под вкладке мы настроим секцию с презентации некоторых категорий товаров во первых для активации данной секции мы убираем галочку с вот этого чекбокса в итоге у нас активировалась секция под этот раздел далее в эти поля мы вводим заголовок и подзаголовок блока из вот этих раскрывающихся списков мы выбираем какие категории отображать в данном блоке я специально отобрал для этих блоков когда мы создавали категории товаров светлые аватар изображения так как это выглядит намного круче а из вот этого раскрывающегося списка нужно выбрать дизайн вывода названия категории и количество товара в ней мы определяем как выводить с фоном или без я выбрал с фоном что и вам советую так как без фона надпись выглядит не очень и так мы создали очень полезный красивый блок с анимационным эффектом теперь выходим из этой подкладке и переходим в подкладку продукт фьючери бренд здесь мы настроим также один очень любопытный блок в котором презентуем остальные нашей категории товаров в виде карусели этот блок отображается как предпоследний блок на главной странице перед подвалом сайта здесь по настройкам почти все то же самое что и в прошлой под вкладке снимаем галочку с чекбокса чтобы отображать секцию из раскрывающегося списка выбираем категории которые необходимо отображать в данной секции и вводим заголовок и подзаголовок для блока у нас все превосходно получилось теперь возвращаемся на два уровня назад в главное меню и переходим во вкладку слайдер option и да здесь мы настроим наш слайдер с баннерами и боковым меню категории товаров давайте перейдем в подкладку слайдер сеттинг здесь мы настроим отображение слайдера вместе с категориями товаров из вот этого раскрывающегося списка мы выбираем на каких страницах отображать блок слайдером вообще не отображать на всех страницах сайта или только на главной я выберу отображать только на главной странице далее из следующего раскрывающегося списка я выбираю что выводить в слайдер я выберу товары и сразу же у нас чуть ниже появится новый раскрывающийся список где нам нужно выбрать товары какой категории отображать в слайдере как вы помните когда мы создавали товары я объяснял что три товара я специально отнес их в рубрику то продаж так вот эти три товара отличают яркие аватар изображения которые будут отлично смотреться на слайдере именно через категорию то продаж мы выведем эти товары в слайдере поэтому в этом раскрывающемся списке мы выбираем категорию топ продаж в следующем раскрывающемся списке нам нужно выбрать анимационный эффект смены слайдеров тут доступно два эффекта это мерцание и движение я выберу движение так как она смотрится более эффектно далее у нас осталось два поля в первое мы вводим секундах время показа слайда а во втором коэффициент скорости анимационного эффекта смены слайдера и так здесь все настройки заведены мы выходим из этой под вкладке и переходим вот эту здесь мы добавим к слайдеру баннеры которые будут вести на три определенные категории товара нам нужно подгрузить баннеры я их заранее подготовил фотошопе заметьте wordpress рекомендует загружать баннеры разрешением 450 на 250 пикселей этих размеров стоит придерживаться и вам хотя я загружаю баннеры разрешением намного больше но по пропорциям то есть соотношение ширины и высоты они идентичны разрешению 450 на 250 пикселей в общем вам все равно нужно будет под загружать изображение тем самым подгоняя их под корректное отображение я думаю с этим у вас проблем не возникнут и так для загрузки первого баннера мы кликаем вот по этой кнопке посмотрите первый баннер подгрузился теперь нам нужно во второй вкладке браузера открыть консоль редактирования и навести курсор мыши на вкладку товары и перейти в категории в повисшейся панели в область поиска вводим название категории женские рубашки наводим курсор мыши на отображаемую категорию и кликаем по кнопке перейти а после этого копируем адрес страницы данной категории затем обратно возвращаемся в первую вкладку где открыто панель настроить и вставляем скопированную ссылку вот этом поле вот так первый баннер у нас настроен теперь давайте же по этому алгоритму настроим и два других баннера поехали посмотрите у нас все получилось все выглядит отлично теперь давайте вернемся на два уровня назад по вкладкам то есть главное меню и перейдем во вкладку color section а затем подкладку color option здесь нам нужно подобрать цвет для выделений важных элементов на сайте для выбора цвета нам нужно кликнуть вот по этому маркеру и выбрать цвет через стандартную панель подбора цветов они я уже много раз рассказывал в рамках революции я веду маркировку своего того синего цвета которым выделял важные элементы на второстепенных страницах про маркировку цветов я также же все рассказывал и о том где такую маркировку можно взять теперь выходим из этой под вкладки вот этой подкладке вы можете поменять текущий фоновый цвет сайта на любой другой там есть такой же маркер подбора цвета и вы действуете по аналогии с тем как мы меняли цвет только что для выделенных элементов меня белый цвет полностью устраивает я там ничего менять не буду далее мы выходим из этой подкладки на один уровень вверх то есть в главное меню и переходим во вкладку woocommerce здесь мы переходим в под вкладку каталог товаров в этой под вкладке нам нужно настроить режим отображения каталога сейчас на странице магазина сразу выводятся товары без разбивки по категориям и подкатегориям а я хочу чтобы на странице каталога отображались категории при клике по конкретной категории выводились под категории данной категории а уже в конечной подкатегории мы будем выводить товары для этого в этом раскрывающемся списке мы выбираем «Отображать на странице магазина категории», а в вот этом раскрывающемся списке мы выбираем «Отображать на странице категорий под категорию». Также на этой панели вы можете выбрать из вот этого раскрывающегося списка, как сортировать товары. А также мы определяем, во сколько столбцов формировать каталог. Для этого мы вводим соответствующее значение в данное поле. А также мы можем определить, сколько строк отображать на одной странице каталога. Если товаров станет больше, чем мы указали в данном поле они перестанут умещаться на одной странице вследствие чего активируется постраничная пагинация то есть разбивка на странице и клиенту просто необходимо будет прогуляться по этим страницам каталога и по выбирать товар теперь возвращаемся на один уровень назад то есть выходим из этой под вкладке в этой под вкладке вы можете задать размеры изображений для каталога с товарами а вот этой вкладке мы можем настроить страницу оформления заказа но я ничего настраивать в этих вкладках не буду итак мы выходим на один уровень назад в главное меню на этом настройка внешнего вида завершена нам необходимо сохранить изменения далее нам нужно разместить основные блоки на главной странице магазина